Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. И сегодня у нас на обзоре часы Casio из линейки Edifice, модель EF129D1A. Вот они у нас металлические часики, полностью из нержавейки. Нержавейка у нас и браслет, задняя крышка, нержавейка, корпус. Часы с черным циферблатом, глишированным. На циферблате мы видим часово-минутно-секундная стрелка. На часовой-минутной стрелках мы видим светонакопительное покрытие. Секундная стрелка у нас с красным наконечником. Отображение дня недели и числа в районе трех часов. Минеральное стекло повышенной прочности, не подверженное царапинам. Справа головка, как обычно, два положения. Первое положение у нас изменяет число и день недели. Мы крутим по часовой стрелке, менять день недели. Мы можем поставить либо английский язык, либо испанский язык. Против часовой стрелки мы можем поменять число. И далее второе положение. Мы меняем часовую-минутную стрелку. После окончания установки, закрываем головку и часы идут. Головка здесь не закручивающаяся, однако часы имеют водонепроницаемость 100 метров, то есть в них можно купаться. Браслет здесь из нержавеющей стали, не литой, как могло показаться. И застежка-бабочка с фиксаторами. Нажимаем на фиксаторы, они расстегиваются и она открывается. Браслет, как обычно, можно подогнать под свою руку, либо в домашних условиях, либо в любой часовой мастерской. Но лучше это, конечно, делать в авторизованных. Аккумулятор в часах заявлен на три года, но с учетом того, что они какое-то время лежат на складе у поставщика, я думаю где-то два-два с половиной года они у вас прослужат без замены батарей. Браслет здесь, скажем так, не самого лучшего качества. Он достаточно сильно скрипит, если его, видите, если мы двигаем, то он так неприятно скрипит. Часы небольшие, даже на небольших средних запястьях смотрятся аккуратно. Браслет, как обычно, нужно будет убавлять. Габариты часов 43 миллиметра диаметр корпуса, 49 миллиметров высота вместе с ушками и 10,5 миллиметров толщина. Вес часов 156 грамм, казалось бы очень тяжелый, но, несмотря на это, на руке они практически не ощущаются. Не знаю, за счет чего это получается, но я не чувствую 156 грамм. Часы имеют классический вид, классический стиль, подойдут под деловые костюмы, под рубашку, под спортивный стиль они подойдут вряд ли. Преимущество часов плюс это относительно небольшая цена, то есть с этих часов, по сути, начинается линейка Edifice, это одни из самых недорогих ее представителей. Далее, часы достаточно лаконично сделаны, то есть нет ничего лишнего, здесь у нас, помимо времени, день, неделя и число. Как мы видим, по циферблату еще есть дублирующая шкала часов после 12, то есть 13, 14, 15 и так далее, 24. Светнокопительное покрытие на стрелках и на рисках позволяет видеть время в темноте. Сейчас мы это как раз и проверим, как это будет выглядеть в темноте. В темноте, как мы видим, отчетливо видны, часово-минутная стрелка, риски видны чуть хуже, возможно, они просто плохо зарядились, но в целом в темноте достаточно легко будет различить время. Среди минусов часов хотел бы отметить глянцевый рант, который однозначно будет у вас собирать царапинки, он чуть выше, чем стекло, буквально какие-то доли миллиметров, что дополнительно защищает стекло от царапин, то есть стекло скорее всего так и останется целеньким, а вот рант, рант, я думаю, что соберет у вас приличный царапин со временем. Также у нас глянцевые бока корпуса, они, я думаю, будут меньше собирать царапин, в основном, конечно, удар ляжет на этот рант. Также, как минус часов, хотел бы отметить то, что браслет у них не очень качественный, то есть он вот так вот поскрипывает, когда вы будете его носить, возможно, будут вот такие вот неприятные звуки, особенно если вы активный человек, активно двигаете руками, но в целом я бы себе эти часы, конечно, наверное, не взял, я бы всё-таки, если бы решил брать классические дефисы, то чуть-чуть бы поднакопил и взял бы модель чуть дороже, но если они вам понравились и не хочется тратить большие суммы на покупку часов, то это очень хороший вариант. Если у вас есть уже эти часы или были, обязательно расскажите в комментариях о истории владения этими часами, интересно будет послушать. И в конце хотел попросить вас поставить лайк этому ролику, подписаться обязательно на канал, ведь это будет мотивировать делать мои ролики и дальше. А на этом всё, всем пока!